всем привет продолжаем знакомиться с творчеством художников ян виктор нидерландский художник золотого века налоговых документах начала 18 века фигурирует как ученик рембрандт однако прямых сведений о его работе в рембрандтовской мастерской нет хотя влияние рембрандта на на него очевидно после катастрофического для страны 1672 года начала изнурительной голландской войны художник был вынужден зарабатывать на жизнь другими занятиями в том числе стал так называемым утешительным больных хвост индийской компании отправился с ней в остиндию прибыв в индонезию начале 1675 года вскоре умер так кратко я пользуюсь википедией писал в основном библейский сюжет и жанровой сцены среди последних наиболее известного девушка в окне она находится в лувре шикарная картина конечно кстати его работа находится и в россии в эрмитаже серковской историко-художественном музее родился в 1619 семьи бедного плотника семья насчитывала 10 детей он был сводным братом яковуса викторса это художник который писал птиц ян женился на жанете берез у него 9 детей умерла на в 1661 году совместно они прожили около 20 лет действительно считается что он какое-то время учился рембрандта потом занялся самостоятельной карьерой где-то в начале 1640-х годов в этот период викторс уделяет пристальное внимание точно воспроизведение фигур своих портретах и исторических картинах линейное определение формы трехмерные объемные фигуры и сильное влияние барокко работы викторса крайне разнообразны мастер работал над созданием нескольких исторических картин с величественными фигурами максимально приближенную к зрителю как например пир валтасара картина находится национальной галереи в лондоне театральность который рембрандт наполнял свои работы присутствует и других картинах викторса его стиль по тематике исполнению демонстрирует влияние современников работавших мастерскую и бра это говерта флинка фердинанда болла и ванте энхаута с 1646 по 1655 года он создал наиболее выдающиеся произведения его композиции наполненные светом стали заметно более яркими а фигуры приобрели оживленные жесты летящие одежды живописный эффект середине своей творческой жизни виктор стал создавать жанровые сцены наполненные различными деревенской и провинциальной деятельностью кстати он зачастую использовал одни и те же модели своих жанровых сценах своих грандиозных красновечивых картинах как написано в мукипедии иллюстрирующие библейский сюжет он чаще всего обращался к ветхмузавею создается впечатление что он избирал эти сцены за их поучительный характер интересно что художник был кальвинистом такое направление протестантизма и поэтому чтобы избежать изображение идолопогонства виктор удерживался от написания христа и избегал его образа ну вот так вот немножко вкратце о я не виктор си нидерландский художник золотого века смотрим картины пока пока до свидания и